Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами обсудим новый гибридный лазерный CO2 станок Cutter XL Pro нашего производства, который может резать как металлические, так и не металлические материалы и при этом имеет два датчика высоты сопла над поверхностью листа, емкостный и оптический. Мы уже достаточно давно производим лазерные CO2 станки серии Cutter XL и к нам периодически обращаются клиенты с вопросом, а можно ли на таком станке резать тонкие листовые металлы, в том числе нержавейку. Причиной таких запросов является тот факт, что оптоволоконные лазерные станки, которые как раз и предназначены для таких целей, стоят достаточно дорого. Металлорезчик с минимальной мощностью 500 Вт стоит порядка 2,5-3 миллионов. И не каждый готов выложить такие деньги, а металлы периодически резать надо. Обычный лазерный станок с углекислотной трубкой не годится для решения таких задач, поскольку резка металла очень сложный процесс, где требуется другое сопло, система слежения за перепадами высот металлического листа, регулировка давления систирующего газа и других параметров во время резки. Поэтому мы решили модернизировать наш станок, установив на него специальную лазерную голову по металлам с емкостным датчиком высоты. В комплекте с этой головой поставляются два сопла. Одно для резки металлов, другое для резки неметаллических материалов. Они отличаются высотой и диаметром внутреннего отверстия. Управление этой головой осуществляет контроллер фирмы Trotsen AWCTF 6225. Если вам необходимо перейти из режима резки металлов в режим резки неметаллов, то здесь достаточно нажать на одну кнопку, которая как раз отключает режим слежения за перепадами высот на поверхности. И дальше можно сюда закидывать лист пластика или фанеры и резать в обычном режиме, как на обычном лазерном станке. Но поскольку при резке неметаллов тоже требуется контроль за перепадами высот поверхности материала, мы решили пойти дальше и установили на эту голову оптический датчик высоты. Управление головой на основе этого датчика происходит с помощью контроллера уже нашего производства. В итоге, благодаря такому решению, вы можете обрабатывать неметаллические листовые материалы без предварительного выравнивания, например, положить не очень ровную фанеру или лист пластика после вакуумной формовки и отрезать детали без потери качества в резе из-за перепадов высот. Резка металла осуществляется в среде кислорода, поэтому для работы на этом станке требуется два газа воздух и кислород. Чтобы не переключаться между ними механически вручную, мы решили установить на станок две газовые магистрали. Поэтому прежде чем работать, надо подвести к станку и воздух и кислород, а переключаться между ними с помощью контроллера. Давление подачи газа в сопло регулирует электропневматический преобразователь, который установлен вот здесь в портале. Эта регулировка осуществляется в соответствии с управляющей программой, которая загружается в станок. А здесь на циферблате отображается текущее значение давления в барах. В итоге, чтобы сменить режим резки неметаллов на металлы, нужно сделать следующее. Вначале выключить контроллер высоты над неметаллами и включить слежение за поверхностью металлов. Затем заменить сопло. Обязательно нужно опустить защитную шторку, чтобы искры отрезки металлов не испортили оптический датчик высоты. Перезапустить станок. Это нужно, чтобы контроллер нашел домашнее положение оси Z. При этом лучше отъехать поближе к датчикам домашнего положения. Далее произвести калибровку емкостного датчика высоты над металлическим листом. Установить в настройках в качестве газа кислород. Выбрать файл управляющей программы. Выставить относительный ноль и нажать на старт. Теперь станок будет следить за высотой и осуществлять врезку в металл по заданным параметрам. Чтобы отрезки металлов перейти к неметаллам, надо заменить сопло. Выключить слежение за поверхностью металлов и включить контроллер высоты над неметаллами. Переключить кислород на воздух в настройках контроллера. Выбрать файл управляющей программы, выставить относительный ноль и нажать на старт. Теперь станок успешно режет кривую фанеру. Теперь поговорим об источниках лазера. На этом станке сейчас установлена трубка Ressie W8 с мощностью 180 Вт. На мой взгляд, такая трубка является самой оптимальной по соотношению цена-качество и возможности резки. С ней вы с хорошим качеством сможете резать сталь и нержавейку толщиной до полутора миллиметров. Давайте я продемонстрирую резку таких металлов разной толщины. Вначале порежем нержавейку. Первый опыт. Нержавейка толщиной полмиллиметра. Скорость подачи 32 миллиметра в секунду. Высота сопла над поверхностью 1 миллиметр. Время врезки 2,5 секунды. Второй опыт. Нержавейка толщиной 1 миллиметр. Скорость подачи 12 миллиметров в секунду. Высота сопла над поверхностью 1,3 миллиметра. Время врезки 3,5 секунды. В третьем опыте режем нержавейку толщиной 1,5 мм. Скорость подачи 6 мм в секунду, высота сопла 1,5 мм, время врезки 6 секунд. Теперь попробуем порезать нержавейку толщиной 2 мм. Конечно, здесь скорость будет значительно ниже, она составляет 1 мм в секунду, высота сопла 1,5 мм, время врезки 6 секунд. Несмотря на то, что врезка удалась успешно, порезать материал не получилось. Теперь давайте попробуем порезать пищевую нержавейку. Она отличается от предыдущей. Толщина тоже 2 миллиметра. Посмотрим разницу. Скорость подачи тоже 1 миллиметр в секунду. Высота сопла 1,5 миллиметра. Время врезки тоже 6 секунд. Такую нержавейку уже удалось порезать и весьма успешно. По кромке видно, что облой практически отсутствует. Теперь режем сталь. В первом опыте работаем с толщиной 1 миллиметр. Скорость подачи поставим 20 миллиметров в секунду. Высота сопла 0,8 миллиметра. Время врезки 2,5 секунды. Как видно, все получилось достаточно хорошо. Давайте теперь попробуем увеличить скорость подачи. Вдруг тоже получится. Попробуем поставить 30 миллиметров в секунду на той же толщине. Высота сопла такая же. Время врезки тоже 2,5 секунды. Как видно, качество получилось тоже приличное. Теперь порежем сталь толщиной 1,5 миллиметра. Скорость подачи 14 миллиметров в секунду. Высота сопла 0,8 миллиметра. Время врезки 4 секунды. Далее режем двухмиллиметровую сталь. Двухмиллиметровую сталь станок, в принципе, может резать. Но здесь самая главная проблема – это проблема врезки. Поэтому обязательно давление врезки надо занижать до минимума, чтобы материал хорошо прогревался. А время врезки ставить максимальные. Контроллер позволяет установить время до 10 секунд, поэтому ставим по максимуму 10 секунд. Скорость подачи 6 миллиметров в секунду. Высоту сопла сделаем пониже, полмиллиметра над поверхностью металла. У вас может возникнуть резонный вопрос. А можно ли установить на станок трубки мощностью пониже? Ответ – да, можно. Но только следующего номинала мощности и не ниже. То есть это касается трубок Lasseya F8 вместо F10. F8 имеет мощность 150-170 Вт. Или Ressi W6 мощностью 130-150 Вт вместо W8. С этими трубками вы сможете резать металлы до 1 миллиметра толщиной с хорошим качеством. Правда, скорость будет несколько пониже. Больше 1 миллиметра тоже можно порезать, но качество будет ухудшаться. В итоге, если вам надо резать металлы 1,5-2 миллиметра толщиной, ну или до этих значений, то смело берите трубки мощностью 180 Вт. Если в основном режете нержавейку полумиллиметровую, ну или толщиной до 1 миллиметра, то допустимо взять трубки мощностью пониже. Кроме того, надо иметь в виду, что трубки Ressi имеют в полтора раза большие заявленные от производителя срок службы, чем Lasseya. Поэтому они будут более удобные и выгодные в эксплуатации, потому что трубку придется менять реже, а замена трубки всегда связана с определенными рисками. Поэтому и выходит, что трубка Ressi W8 является самой оптимальной для такого рода станков. Что касается более мощных трубок, то на станок можно установить трубки мощностью до 220 Вт, которые имеют резонатор с одной колбой, а не двойной. Диаметр до 90 миллиметров, а длину до 2 метров. Ну а трубки 300 или 400 Вт очень дороги в закупке, и их становится невыгодно использовать на таких станках, поскольку их срок службы небольшой, а капиталы затраты большие. В этом случае уже становится выгодно купить твердотельный лазерный станок. Далее нужно отметить, что такая лазерная головка значительно больше по габаритам, чем обычная, и весит 2,5 килограмма. Но это не мешает ей справляться с гравировкой на больших скоростях, поскольку на этот станок мы устанавливаем шаговые двигатели с энкодером, которые разгоняются до больших скоростей, чем обычные шаговики. В итоге на этом станке можно гравировать со скоростью до 600 миллиметров в секунду и ускорением до 5 метров в секунду в квадрате, чего более чем достаточно для большинства задач подобного рода. Кроме того, мы установили на ОСИКС более широкий ремень 20 миллиметров вместо 15-миллиметрового, чтобы эту голову меньше заносило при смене направлений. Дело в том, что ремень работает как пружина и на больших длинах он достаточно легко может растягиваться. Следовательно, при разгоне и торможении на него действует сила и возникают вибрации, которые можно заметить на готовых изделиях. В итоге с помощью этого станка, также как и на обычном лазерном станке, вы можете обрабатывать все неметаллические материалы, также быстро осуществлять гравировку на готовых изделиях, резать кривую фанеру, отрезать отформованные пластиковые детали и, помимо всего прочего, резать листовые металлы и нержавейку толщиной до 1,5-2 миллиметров. Поэтому такой станок подойдет для тех производителей, которым требуется резать и металлы, и не металлы. Ну, например, изготавливаете вы какие-то декоративные изделия, сундуки, арки, двери, столы и вообще все что угодно, где требуются металлические вставки, запоры, петли, ребра жесткости из тонкого металла. Эти детали вы можете порезать сразу на своем станке, не обращаясь к стороннему производителю, не переплачивая, не усложняя логистику вашего производства. То есть вы экономите время, деньги и можете быстро и недорого поэкспериментировать с вашими изделиями перед выпуском в серию. Теперь необходимо рассказать о других технических характеристиках станка. Лазерная головка предусматривает установку линз с разными фокусными расстояниями. Это 101,6 мм, то есть 4 дюймовка, и 63,5, то есть 2,5 дюймовую линзу. Диаметр линз 25 мм вместо 20, как у обычной головы, а диаметр зеркал 30 мм вместо 25, как у других обычных лазерных станков. На голове установлен индуктивный датчик домашнего положения. Как настраивать эту голову, как ее обслуживать, как настраивать датчики, подробно описано в руководстве по эксплуатации, которую вы получите при покупке этого станка. Давайте заглянем в электрику. Здесь мы видим блок розжига, электромагнитные пускатели с автоматом и эмифильтром, далее контроллер, блоки питания. Здесь расположены драйвера от шаговиков с энкодером и целый ряд реле. Они необходимы как раз для переключения режимов и осуществления различного рода защит станка. К ним относятся защита от пропуска шагов, защита от остановки воды в системе охлаждения лазерной трубки, защита от открытых дверей, чтобы человек не попал под напряжение и не получил ожог от лазерной трубки в портале. Если что-то из этого случилось во время работы, то станок остановится и загорится красный свет на сигнальной лампе. При этом контроллер позволяет возобновить работу с того же места, на котором произошла остановка. Линейка рабочих полей станка Cutter XL Pro полностью совпадает с линейкой рабочих полей станка Cutter XL, то есть от 1550 на 1550 мм до 2050 на 3100 мм. То есть вы сможете подобрать рабочее поле под любой стандартный формат листового материала. Однако надо иметь в виду, что из-за габаритов лазерной головы на 50 мм скрадывается рабочее поле по оси Х. В итоге вместо 2050 мм лазерная головка сможет проехать только 2000 мм. Но это касается только самого широкого портала с рабочим ходом 2 метра. На полутораметровом портале рабочий ход так и будет составлять 1550 мм. Рабочий ход по оси Z составляет 40 мм, а просвет между поверхностью стола и самым высоким положением сопла составляет 46 мм. Это означает, что вы спокойно на этом станке сможете обрабатывать материал толщиной до 40 мм. А на сегодня у нас все. Благодарю за внимание. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях, я вам обязательно отвечу. До новых встреч!